Друзья, всем привет! С вами снова Евгений Панюта. Это моя жена Алла Панюта. Привет! И в этом видео я вам покажу беглый обзор номера в отеле Queen Charm Resort. Скажу сразу, да, этот отель это такая бюджетная четверка, и ожидать чего-то сверхъестественного от него не стоит. Ну, мы и не ожидали. Но все-таки некоторые моменты нас, если честно, огорчили. Но обо всем по порядку. Итак, первый момент. Вчера, когда наш человек сюда проводил, тот, который нам чемоданчики вез, и который с нас содрал 4 бакса, он нам рассказывал, что это New Room. То есть, я так понимаю, это, возможно, самый новый или один из последних корпусов, и здесь номера типа Good по сравнению с другими. Да, если посмотреть на мебель, то она, в принципе, в таком нормальном состоянии. Алла просила штатив. Алла, держи штатив. Вот кресло, обивка, все ок. Ну, ничего не там, не подерто. То же самое с кроватями. Они в нормальном состоянии. Стол не треснут. То есть, с этой стороны, вроде бы, с мебелью все ок. Но так не везде. Начнем, пожалуй, с прихожей. Смотрите. Видно, что мебель как бы не новая. Что-то там отпало. Ну да ладно. Но дальше больше. Мне, как видеоблогеру, самое, наверное, главное в номере, что должно быть, это наличие сейфа. Потому что я с собой вожу кучу всякой аппаратуры, которую нужно хранить. Это помимо всяких кошельков, паспортов и так дальше. Самое главное, что нужно, чтобы там помещалось. Это вот мой рабочий инструмент. На котором я монтирую первый выпуск. Вчерашний, как мы сюда прилетели. Но в чем прикол? Сейф-то есть. Но он капец какой большой. Сейчас покажу. Если у вас есть кошелек стандартного размера, его нужно ложить только в горизонтальном положении. Потому что вертикально он не пролезет. Сюда помещается вот этот формат. Не знаю. Опять. Дело в том, что в предыдущих гостиницах, в которых мы обитали, везде был сейф такого обычного стандартного размера, как я думал. Туда спокойно помещался мой макбук. Помимо макбука, у меня есть такой стабилизатор в кейсе. И вот этот кейс свободно туда залазит. А теперь давайте попробуем впихнем. Так. Освободим побольше места. Уберем пауэрбанк. И... Отлично. Осталось закрыть. И код поставить. Короче, сейф это просто, в моем случае, дно. Ну правда. Помимо кошелька и, не знаю, паспортов, ну что-то конкретное здесь хранить нельзя. И в этом плане у нас сейчас салая дилемма. Мы планируем кататься на экскурсии, а таскать с собой всю аппаратуру не охота, а конкретно макбук. Потому что, ну как-то с ноутом ехать в тот же Дахаб, где мы оставляем наши рюкзаки, когда идем заниматься снорклингом, либо катаемся на верблюдах, квадроциклах. Ноут брать неохота. Ну как-то с собой таскать. Единственный вариант, который мы предполагаем использовать. Это у нас есть чемодан. Типа с кодом. Ну и то. Трехзначный код. Вот этот замочек ТСА. Ну, не знаю. Такая спорная защита. Защита-то спорная. Можно было бы смириться. Но это еще не все, что нас смущает в этом номере в плане безопасности наших вещей. Но об этом чуть позже. Давайте я вам покажу наш санузел. Есть лампочка. Ватт на 10. То есть очень яркая. Просто, ну... Ночью не споткнешься этому, спасибо. Есть еще одна лампочка. Все. Вот это все освещение. И такое освещение, в принципе, по всему номеру. Ну, просто сейчас день, а вечером включаем все лампочки. Но чтобы сильно много снега, хотел сказать, света, то это нет. Так, по санузлу. Унитаз. Биде. Типа душ, типа мини-ванна. Если что, это все наше. Просто, когда мы сюда заселились, туалетной бумаги не было. Шампуня не было. Было только мыло в этом. Забыл, как называется. Вот эта пшикалка. Все. Где мы достали туалетную бумагу, не скажу. Но мы ее достали. Но сегодня, кстати, ходил уборщик. Мы, кстати, попросили не убирать у нас в номере. Вот это все, что вы смотрите, это мы уже здесь переночевали. Сами немного убрались. А уборщика не запустили. Мы как раз были в номере. Он там был за дверью. Мы максимум вышли. Попросили у него туалетную бумагу. И все. Единственное, за это он подошел. Принес бумажечку. И Алла заполнила там... Не знаю, что заполнила. Поставила подпись, что мы отказались от уборки. Теперь здесь еще есть холодильник. Мы там какие-то соки храним, которые купили. Но работает, не работает, я не знаю. Не проверяли. Это наши кроватки. Вот такая вот мебель. Старый телевизор. Ну, кто его смотрит на отдыхе. Подставка для чемоданов. В плане розеток вот этого добра достаточно по сравнению с Фараон Азур Резорт, что мы были в прошлый раз. То есть, есть там вот здесь, под телевизором, но главное, есть около кровати. Что удобно. Телефон на ночь поставил, он возле тебя. Также вон ноутбук заряжается. В этом плане ок. А дальше приступим к тому, что не есть ок. То, что я говорил в плане безопасности. Итак, у нас есть вот окно. Дверь-окно, окно-дверь. И в чем прикол? Дайте я пройду. Ай-ё-май-ё. Зайду с этой стороны. Ну, здесь, как видите, есть уже некие трещинки. Вон что-то грязненькое. Вся печаль в том, что вот эта байда не закрывается. То есть, все, не замкнут никак. Замок здесь вон выломан. Мы его пытаемся вставить, закрыть. Вроде бы закрыл, да? Ага, сейчас. То есть, как видите, неважно. Изнутри, снаружи закрываешь ты эту дверь. Её можно открыть везде. Ребята, у меня тут небольшая вставка к этому обзору номера. Но она очень важная, эта вставка. Итак, ситуация такая. Мы с Аллой гуляли по территории гостиницы, и Алла захотела зайти в номер, так сказать, припудрить носик. И какое её было удивление, когда она выходит с туалета, а вот здесь, в окне, торчит чья-то женская голова. Ну, имеется в виду, что какая-то женщина тупо в наглую палит, что у нас в номере, прямо вот здесь, возле дверей. На вопрос Аллы, ну, она подошла, что вам нужно? Эта женщина включила морду кирпичом, развернулась и ушла в неизвестном направлении. Причём, вся эпичность заключается в том, что эта ситуация произошла до того момента, как мы успели сходить на ресепшн и сказать, что у нас не работает замок. Да, сразу после этого происшествия Алла пошла в коридор, нашла работника гостиницы, сказала, что у нас не замыкается вот эта дверь. В итоге, всё-таки пришли, починили нам эту дверь. Я бы не сказал, что новый замок, просто его там освежили немножко, но, благо, теперь закрывается. Ладно, продолжим обзор номера в отеле Queen Charm Resort. Ах да, здесь ещё есть кондиционер. Причём, пульт управления у него супер-мега-пупер современный. Ага, круто современный, да? Вот здесь есть две буквы F. Это, я понял, что это on-off. Это всё хорошо. Где-то что-то выломано, да? Но вот этот момент, где переключение, там, холод, осушение, просто вентилятор и жара, он отлично работает. может сейчас лучше сработает, хотя... Ага, работает, да? Я вчера так накладывал, включил нам обогрев, который нам не нужен был, а потом еле-еле перескочил на охлаждение. То есть, ну не работает. Температура, да, выставляется, но дело в том, что мы ночью включали кондиционер. Не то, что нам было жарко, мы просто проветрили на ночь комнату, а в это время к нам эти соседи привалили в виде комаров, огромной стаи комаров. И они нас так искусали ночью, что, ну как бы с одной стороны жарковато, укрываться полностью с головой неохота, они же жужжат, тем более они такие спрытные, я их вчера не успевал это мочить. И мы, чтобы хоть как-то от них уберечься, включили кондиционер, чтобы их сдувало, либо им стало холодно. Оно, в принципе, что-то поначалу помогало, но потом на этом пультике выскочила какая-то ошибка, что-то там было, эррор, номер какой-то. Оно вроде бы дуло, но сомневаюсь, что оно охлаждало. Поэтому, да. Блин, переключил. О, заработало. А то думал опять жару включу. В итоге у нас какие-то смешанные чувства. С одной стороны мебель не полностью убита и ушатана, в принципе, ок, но такие моменты, как вот эта дверь, отсутствие туалетной бумаги, шампуней, благо нас предыдущая поездка научила, и мы приехали со своим шампунем, мылом, но извините, без туалетной бумаги. Теперь с туалетной бумагой еще катайся. Также в номере нет чайника, нет воды, то есть мы обычно когда заселяемся в гостиницу, на столе есть бутылка воды, которую пить. Здесь этого не было. Захотели воды попить, мы пошли в бар, мы думали там где-то бутылочку возьмем. Там есть просто обычные автоматы, вот эти двухсотграммовые стаканчики, это типа что, подошел, набрал, попил, пошел в номер? Кстати, народ, кто отдыхал в четверках, напишите в комментариях, это так должно быть? Или я просто придираюсь? Мы просто до этого сала отдыхали только в пятизвездочных отелях и как-то вот эти все моменты мы считали, что оно так и должно быть. Но здесь что-то мы как-то огорчились, поэтому жду ваши комментарии, все-таки сравним наши впечатления, может быть оно так на самом деле есть во всех четверках. Так что жду ваши комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, мы завтра отправляемся на первую экскурсию, это будет The Hub, так что не пропустите, поэтому подписка на канал, колокольчик, лайк этому видео, и до новых встреч здесь на ютубе.